Российские оккупанты продолжают наносить авиационные и ракетные удары по украинской территории. Бои продолжаются по всей линии фронта. В частности, на Краматорском направлении захватчики штурмуют Григорьевку, Часов Яр и Предтечино. На Торецком направлении противник бомбардирует позиции украинских защитников авиации и пытается атаковать сам Торецк. На город захватчики с начала суток сбросили более 10 кабов. Самая сложная ситуация сейчас на Покровском направлении. Активные бои продолжаются в районах Воздвиженки, Зелёного поля, Миролюбовки, Гродовки, Николаевки, Михайловки и Птичьего. Манёвры ещё будут, даже отходы, возможно, в некоторых местах. Но, создавая более удобные позиции и по укреплению ландшафтов, я предполагаю, что больших прорывов не будет. А в перспективе будем уже проводить более эффективные контратаки. В других местах сбавился тент. Мы понимаем, что с Карьковского направления, да, там также идут бои активные, возле Учанска, глубокая, глубокая. Но в данный момент всё-таки пришлось им снять несколько сот человек оттуда, и поэтому активность, особенно наступательного характера, снизилась. Бьют российские войска не только по территории Украины, но и по Курской области. С начала суток они совершили 17 авиаударов по населённым пунктам РФ с применением 27 управляемых авиационных бомб. Воюют не по назначению и уменьшают возможность вернуть территории в Курской области. Британская разведка сообщает, что отвлечение личного состава российской армии от ранее приоритетных областей, вероятно, свидетельствует о постоянном дефиците кадров. Все варианты ищут сейчас по СУСЕКам, где найти подразделения, как их так задействовать против наших войск. Поэтому собирают и в России, и в Калининградской области, ну и готовят спецподразделения различных спецслужб России. Это ФСБ, это Главное управление разведки, это Росгвардия готовит свои подразделения. То есть такой создан как бы конгломерат, как они сказали, координационный штаб, который коордирует работу и в этом направлении, и ещё в двух областях – Брянске и Белгородске. Сокрушительные удары и блестящая работа. Бойцы сил спецопераций навели огонь систем залпового огня на мосты и понтоны россиян в Курской области. Также была уничтожена инженерная техника. Воины сил специальных операций показали видео, как уничтожают скопление техники, полевой склад боекомплекта и горюче-смазочных материалов, комплекс РЭБ и 152-мм пушку. Также видно, как разрушаются мосты и понтоны, которые до недавнего времени служили переправой для войск противника. В Генштабе Вооружённых сил Украины раскрыли подробности ночных событий в районе города Новошахтинск Ростовской области. Этой ночью силы обороны Украины нанесли удар по зенитному ракетному комплексу С-300. После попадания зафиксированы взрывы. Ранее власти Ростовской области сообщили о ночной ракетной атаке. В районе города Новошахтинск вспыхнул мощный пожар. В соцсетях местные жители сообщали, вблизи жилых домов загорелось поле. Мы наносим огневые удары и уничтожаем большое количество живой силы. Техники, само собой. Каждый день и это сутки 1200, 1200, 1300, 1500 иногда. Это большие потери, поэтому потенциал исчерпывается. И с учетом того, что должны обеспечивать другие границы, особенно Курскую, Бевородскую, Брянскую область, уже больших резервов мы не фиксируем. Потери России в войне против Украины превысили 603 тысячи. За минувшие сутки армия страны-агрессора не досчиталась 1210 своих военных. Об этом сообщил генеральный штаб ВСУ. Украинские военные уничтожили 4 российских танка, 21 боевую бронемашину, 60 артиллерийских систем и 2 системы ПВО. Сбили 38 БПЛА, 4 ракеты, а также поразили свыше 80 единиц автомобильной, спецтехники и цистерн с топливом.